Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире Сенат и я, Никита Рочеловский. Здравствуйте. Вопросы социальной сферы, всех ее отраслей, защиты интересов граждан и поддержка людей всегда находятся в приоритете и фокусе внимания в нашей стране. Кто бы как красиво на Западе не рассказывал о заботе о людях, но такой мощной социальной сферы и политике, как Беларуси, еще очень многим предстоит достичь и перенять наш опыт. И именно о социальной сфере мы сегодня и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Игорь Коско. Коско Игорь Борисович родился в городе Минске. Окончил Минский медицинский институт Академии управления при президенте Республики Беларусь. Работал врачом, анестезиологом-реаниматологом 2-й городской детской клинической больницы Минска. Врачом, анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения Могилевская областная детская больница. Член правления Могилевского областного отделения Республиканской общественной организации «Белорусский детский фонд». Депутат Могилевского областного совета депутатов 28-го созыва. Главный врач учреждения здравоохранения Могилевская областная детская больница. Награжден медалью за трудовые заслуги, почетными грамотами Совета министров Республики Беларусь, Могилевского областного совета депутатов, знаком отличник здравоохранения Республики Беларусь. имеет благодарственное письмо президента Республики Беларусь. Удостоен почетного звания «Человек года Могилевщины-2015» в специальной премии Могилевского обл. исполкома за достижения в социальной сфере. Игорь Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. На последнем совместном заседании парламента активно обсуждалась социальная сфера. Сегодня система здравоохранения находится на передовой. Поделитесь, пожалуйста, достижениями в этой сфере. Возможно, есть какие-то инновации. Ну, вопрос о том, что на передовой, он, конечно, такой сложный вопрос. Но то, что в центре внимания, это точно. Дело в том, что, как и любая отрасль социальной сферы, здравоохранение – это то, что окружает человека, его жизнь, его здоровье. И эта тема всегда болезненна. Она очень болезненно воспринимается и населением, она болезненно воспринимается и персоналом медицинским, и обсуждением вокруг этой темы. Поэтому действительно здравоохранение находится в центре внимания. Но я хотел бы сказать, что вот это повышенное внимание, а иногда и те критические замечания, которые идут в сторону системы здравоохранения, они тоже идут на пользу этой системе. Уже достаточно посмотреть, как сейчас у нас идет реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов, капитальные ремонты центральных районных больниц в республике и тому подобное. Все это как следствие того повышенного внимания, которое правительство уделяет в сфере здравоохранения. Стоит ли нам бояться того, что может выйти из биолаборатории, которые расположены по всему невразийскому пространству? Ну, здесь я бы, наверное, разделил бы все-таки ответ на несколько моментов. Первое. Биобактериологические лаборатории, они существовали, существуют всегда. Даже у меня в больнице, которой я руковожу, тоже есть бактериологическая лаборатория, которая работает с микроорганизмами патогенными, достаточно высоко патогенными. И основная цель функционирования этих лабораторий – это, в первую очередь, нахождение путей лечения пациентов, которые заболели теми либо иными вирусными или бактериальными заболеваниями. Ну, к сожалению, вот вторая часть, хотел бы отметить, если здесь уже присоединяется компонент, так называемый, военный, то, что называется создание биооружия и тому подобное, это, к сожалению, большая проблема и большая трагедия вообще для всего населения земного шара. Дело в том, что какие бы ни были суперовские условия в этих биолабораториях, всегда существует человеческий фактор, который невозможно исключить и каким-то образом даже в мирной ситуации предотвратить какую-то утечку бывает достаточно сложно. И до сих пор идут, наверное, споры, откуда взялся коронавирус и почему он такой агрессивный был и имел такое тяжелое, ну, для населения земного шара, такие тяжелые последствия. В своем поздравлении с Днем Независимости президент поблагодарил всех, кто воспитывает и учит детей, всех, кто лечит и спасает жизни. И отметил, что без этого невозможны прорывные технологии. Как вы это понимаете? Вы знаете, вообще в жизни каждого человека, я не побоюсь этого слова сказать, есть один ангел-хранитель. Ну, их много, но вообще это учитель. Я вот как бы выражу, наверное, вот это множество специалистов с педагогическим образованием вот одним словом. Это люди, которые не только учат, они воспитывают, и они сохраняют детям жизнь. Даже, может быть, в ряде случаев, особенно как бы с профилактической целью, с профилактической работой, они в этом плане эффективны. Может быть, гораздо больше всех остальных специальностей. Я всегда говорю, когда из жизни человека пропадает учитель, надо ждать какой-то проблемы или беды. Так в здравоохранении уход детей на каникулы. Они оставили школу, они ушли домой. Так для нас выходные дни, когда дети не в школе, а находятся в семье. И вот здесь жди беды. Потому что вот самый святой человек – это учитель. Врач позволяет сохранить здоровье и обеспечить физическое и все прочие виды благополучия. А уже здоровый, образованный человек, конечно, и будет основным носителем тех прорывных технологий, тех новых внедрений, которые ждет вся страна, весь мир. И все мы с вами. Тем более у нас страны особый статус у учителей, у врачей. Сам президент, как педагог, всегда большое внимание уделят этой сфере, сфере образования и хорошему отношению к педагогам. Точно так. Я всегда говорю, что это святые люди, учителя. И мы все должны, в первую очередь, крайне уважительно к ним относиться. Потому что это будущее наше. Но очень часто говорят, что статус учителя изменился. Либо статус такой, как был, так и остался. Вот как вы считаете? Дело в том, что на сегодняшний день меняется общество. Меняется действительно подрастающее наше поколение. Меняются приоритеты и желания. Конечно, если прийти в аудиторию, например, школьную, и начать разговор с целью профориентации, то я скажу, что немного ребят хотят связать свою жизнь с преподаванием, с медициной. Достаточно мало. Но над этим тоже надо работать. И для этого, в первую очередь, надо проводить профориентационную работу, показывать хорошие стороны одной профессии, второй. И выбирать тех ребят, которые способны быть учителями и врачами. Вот этот, как сказать правильно, предквалификационный отбор должен быть. А в целом, какой вы видите белорусскую молодежь? Дело в том, что сказать плохая или хорошая, вот так сейчас все рассуждают, молодежь, ну мы уже, во-первых, не сильно молоды, поэтому это, наверное, будет не совсем объективно. Но дело в том, что так как мне приходится работать с детьми, а с детьми я работаю уже, ну вот, в общей сложности практически 30 лет, конечно, поколения меняются. И, конечно, вот современное поколение теперь, дети, которые еще, может быть, в возрасте меньше 10-12 лет, они уже другие. Это абсолютно другой тип мышления. То поколение, которым около 20, которые приходят на работу, они тоже имеют свой тип мышления. Они более эффективны в работе, и какой-то объем работы, особенно если он связан с какими-то высокими технологиями, внедрением и тому подобное, они могут сделать за более короткий промежуток времени. И достаточно. Но есть недостатки, конечно. Какие в основном? Очень слабое чувство ответственности за содеянное. Это раз. Быстрое принятие решений очень часто без тем, без того, чтобы посоветоваться со старшим поколением. Дело в том, что старшее поколение имеет одну черту, которая отсутствует у молодежи. То, что называется опыт, приобретенный в течение жизни. И старшее поколение немножко видит последствия любых действий. И вот это надо понимать. То есть в идеале вот та современная молодежь, скомпонованная со старшим поколением, они были крайне эффективны. То есть это и внедрение всего современного и всего. И в то же время контроль и чувство ответственности за проведенную работу. Что мне лично не нравится? Что мне лично не нравится? Это, конечно, чрезмерная зависимость от средств коммуникации. Мне не нравится, что они уходят от общения, живого друг с другом. Уходят куда-то в сеть. И это меняет наш уклад. Наши культурные традиции, которые всю жизнь были на наших славянских территориях и тому подобное. Мне не нравится, что наши люди начинают задумываться о семье как-то очень поздно. А ведь как медик я потом вижу, насколько сложны последствия вот этих поздних браков, позднего деторождения и тому подобное. То есть это уже потом проблема, которая в конечном итоге, ведь как молодежь рассуждает, вот сейчас я должен пожить для себя. Многие рисуют такой вот какой-то необычный образ для себя. Вы знаете, особенно в последнее время в школах, общаясь с коллективами детей, вы знаете, вот для них вот образ свой, они видят вот идеальный. Пальма, шезлонг под пальмой, ты лежишь на этом шезлонге с ноутбуком, работаешь, когда это тебе надо. И вот это, конечно, к сожалению, вот такие моменты, они не очень конструктивные. Поэтому вот молодежь наша разная. Но в то же время это новое, и это то, что заставляет двигаться в развитии нашей земной шарики. Что бы вы пожелали нашей молодежи? Конечно же, это в первую очередь любить Родину, как своих родителей. Это в первую очередь. Потому что как бы жизнь не повернулась, где бы ты ни оказался, вот этого ощущения, твоей земли, твоей страны, твоей Родины, у тебя не будет больше нигде. За границей. Это первое. Да, материальное благо может быть где-то будут лучше, может быть худшее, по-всякому может быть. Но нет ни одной страны, где бы что-то давалось просто так, и за бесплатно, и без приложения усилий с твоей стороны. Поэтому молодежь должна дерзать, развиваться, приобретать новые компетенции, двигаться вперед. Но помните о Родине. Игорь Борисович, большое вам спасибо за интервью. Спасибо за то, что пригласили. Было очень приятно с вами. Общаться. Гостем нашей студии был сенатор Игорь Коско. Чем же от Верхняя Палата Белорусского парламента и что происходит внутри Сената? Доступно о Совете Республики еженедельно мы рассказываем в программе «Сенат». С вами был я, Никита Арчеловский. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...